Российскому генералитету в Лефортово придется потесниться. Суд арестовал начальника главного управления связи, заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил России, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Официально ему вменяют получение взятки 36 миллионов рублей. По версии СКР, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года генерал Шамарин получил от генерального директора ОАО Пермский телефонный завод Телта Алексея Высокова и главного бухгалтера общества Елены Гришины взятки в размере 36 миллионов рублей. За увеличение объема поставленной продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство. Завод Телта поставлял в Российское Минобороны проводные телефонные аппараты «Спектр-П» с шифрованием. Гендиректор и главбук предприятия, арестованные еще в марте, недавно оформили явки с повинной. Известно, что Шамарина сначала задержали, а уже потом в его ведомственной квартире прошли обыски. Со слов соседей, следователи нагрянули в 7 утра в дом на улице Полины Осипенко. Изначально дверь им никто не открывал. После того, как пригрозили взломать замки, супруга Елизавета впустила правоохранителей. 10 сотрудников работали чуть больше пяти часов. У жены и детей забрали мобильные и ноутбуки. Генерал-лейтенант Шамарин уже дважды общался со следователями, но своей вины категорически не признает. Вадим Шамарин в структурах связи Минобороны России с 1992 года, в декабре 2010-го, занял пост начальника связи, заместителя начальника штаба Восточного военного округа по связи. А в 2020-м, после скандального задержания своего предшественника, захищения почти в 7 миллиардов рублей, Шамарин возглавил Главное управление связи Вооруженных сил России и стал заместителем главы Генштаба. Российские СМИ публикуют, что с тех пор лучше всех пошли дела у жены генерала. Она меняла авто каждые три года. И каждый раз все элитнее. Что делал Вадим Шамарин с теми денежными средствами, которые он получал в качестве взяток? Покупка квартир, недвижимости и покупка шикарных новых автомобилей стоимостью более 12 миллионов рублей. В том числе, согласно декларации, у его жены, после того, когда он начал получать те самые взятки, значит, у его жены вдруг оказался элегантный, шикарный, новенький Мерседес-купе GLE. Это вот такой вот вседорожник, раньше это называлось М-класс. Именно в АМГ-пакете, ведь простой Мерседес, это же и не модно для генерала российской армии. А вот в АМГ-пакете 5.3 это самое то. В общем, этот персонаж получал взятки, принимал неисправное оборудование, получал откаты, распределял государственный заказ, лишь бы только на этом наживаться. Пока что Шамарина арестовали на два месяца. Официальные власти России заявляют, их поддерживают западные аналитики, что новое руководство армии на самом деле пытается приструнить коррупцию. Это явно не на руку разведки Украины и союзников. В 2021 году осент-аналитикам удалось получить из приемной Шамарина всю штатную структуру ведомства вместе с фамилиями и номерами телефонов. Субтитры создавал DimaTorzok